Музыка Жила была девочкой, которая правого человека на Луну. Звали ее Маргарита, и она отлично умела обращаться с компьютерами. Когда ей было всего 24 года, она поступила на работу в НАСА, американскую организацию, которая занимается изучением космоса. Маргарет стала работать ради семьи. Она была замужем и растила маленькую дочь. Маргарет даже не догадалась, что скорее ей предустоит возглавить научную революцию, которую имеет мир. Маргарет была инженером. Она руководила командой, работавшей над программами, которые позвали в космическую кораблю. Аполлон-11, благополучная и естественная поверхность Луны. 20 июля 1969 года занялся несколько минут на Томгронку. До того момента, когда Аполлон-11 коснулся поверхности Луны, компьютер начал выдавать ушибки. Миссия оказалась под угрозой. К счастью, Маргарет сумела настроить Луна-11. Благополучная села на поверхность Луны. Миссия была выполнена. Во всем мире об этом миссии говорили так. О ней маленький шаг для человека, гигантский шаг для человечества. А это не случилось бы без блестящих программических способностей и крови одной женщины. Инженера Анаса Маргарин Гаймельтон. Жила-была одна девочка. Она жила на ферме вместе со своей большой семьей. Целыми днями она носилась по полям вместе с братьями и сестрами. Но из-за домашними животными ей приходилось ухаживать и не только за маленькими курами и утками, но и за огромными коровами и лошадью. Звали девочку Астрид. И росла она настоящей бунтаркой. Она была сильной и смелой, не боялась оставаться одна и умела делать почти все. Астрид убиралась, готовила, чинила мотоциклы, лазила по крышам, дралась хулиганами, сочиняла фантастические истории. Ничего не напоминает? Ну, если вы читали о другой сильной, смелой и бесстрашной девочке Пеппи Длинный Чулок, то вас не удивит, что книжку про нее написала именно Астрид. Когда Пеппи Длинный Чулок увидела свет, многие взрослые были недовольны. Пеппи настоящая бунтарка. Говорили они, наши дети решат, что можно не слушать взрослых. Дети же сразу полюбили рыжую Пеппи. Она не слушалась не просто так. Пеппи учила юных читателей быть независимыми и в то же время заботиться о других. Сегодня Пеппи Длинный Чулок – одна из самых любимых детских книг мира. Астрид продолжала писать и написала еще много книг. И всегда ее героями были сильные дети, готовы к приключениям. Так что, когда у вас возникнут какие-то трудности, возьмите книжку Пеппи Длинный Чулок. Она обязательно вам поможет. Жила когда-то на свете императрица, которая не любила своего мужа. Звали императрицу Екатериной, а муж ее Петр был российским императором. Русские люди недолюбливали его за злость и надмедленность. Екатерина понимала, что она сумеет править страной лучше своего мужа. Ей нужно было найти способ, как сместить его с престола. Через полугодное правление Петр уехал на отдых. И Екатерина осталась дома. Это был ее шанс. Она произнесла пламенную речь перед императорской гравдией и склонила солдат на свою сторону. Она пристегнула ей на верность. Екатерина стала новой правительницей России. Она сразу же приказала арестовать мужа и бросить его в тюрьму. По приказу Екатерина была изготовлена новая прекрасная корона. Делали ее два месяца. Корона сделана из золота и серебра. За ровно своего правления Екатерина расширила границы Российской империи. Одержала победы во многих войнах. Подавила бунты. Многие завидовали этой удающей женщине. О ней ходили грязные слухи и при жизни, и после смерти. Екатерина умерла в своей постели. Боба хранила в роскошном золотом саркофаде в Первопланском сборе в Санкт-Петербурге. Давным-давно жил король, который хотел оставить свое королевство сыну. Когда жена родила ему дочь, Генрих Восьмой пришел в такую ярость, что бросил ее, отослал девочку прочь и женился на другой женщине. Он считал, что управлять страной после его смерти сможет только мужчина. Также счастлив он был, когда новая жена родила ему мальчика Эдуарда. Дочь Генриха Елизавета росла умной и красивой девочкой с рыжими волосами. Эдуард был всего 9 лет, когда отец его умер, и он стал королем. Через несколько лет он тоже заболел и умер. Королевой стала его сестра Мария. Мария думала, что Елизавета хочет знать ее место и строит заговоры. Поэтому она заключила Елизавету в тюрьму Тауэра. Однажды в камеру Елизаветы вошли стражники. Королева умерла. Объявили они и пали перед ней на колени. Из узницы Тауэра Елизавета в мгновение, как превратилась в новую королеву. Правление Елизаветы Англия стало великой морской державой. Народ очень ее любил. Она провела 45 лет, а когда умерла, лондонцы вышли на улицу, чтобы оплакать величайшую королеву Англии.